В 1934 годе, 31 год был Мария Калсу, когда она сделала невероятное феминальная поступка в своей жизни. Она похудела на 30 килограммов. И она стала той самой красавицей, которая ее запомнил весь мир. Это надо сказать, что это очень хватило согласно ее карьере, но не на ее голосе. Потому что это очень существенный момент для вокалиста. Кроме того, все, что она жила в таком режиме, все время меняя партии, которые буквально не самостоятельные друг с другом по манере исполнения, очень крупные, очень крепкие партии и тут же певратурные, это тоже не могло не сказаться. Мария Галас стала менее стабильна. К тому же у нее развился вот этот роман совершенно как в духе ее оперных героинцев Анасиса, где она проявила и свою жертвенность, и бессоветность, и даже безумство свое, и такой же трагический постиг ее финал. И вот в этом состоянии она пела еще очень много. И, кстати, вот был целый период, когда ее жизнь была связана, творческая жизнь, с Рукиной Висконтием, мало кто об этом вспоминает. Рукиной Висконтий сделал с ней два спектакля. Он сделал с ней Сепантини, Висталова, и он сделал с ней Виолетту. И он был совершенно восхищен, влюблен просто на Марию Галасу, а эта фотография всегда покрылась у нее на рояле. И вот особенно в его потряс момент, когда он знал много статей Виолетта, слышал, видел, когда бросает деньги Альфред Ей в лицо, говорит, вот тебе деньги за нашу любовь. И каждая героиня, каждая Виолетта по-разному, некоторые начинают собирать эти деньги, некоторые там отворачиваются, плачут. А Калас раскинула руки и стала вот так, она сказала, да, я бесстыдница. И вот этот момент совершенно потрясный в Кино Висконте. И в этот период она очень не исполняет Аиду. Сейчас вы услышите сцену, дуэт Аиды и Амнеев с боксом первенц. Это все еще ждало Марию Галасу, впереди иду, да, впереди и здорово. Вот эта ревность безумная, безумная любовь, безумная обреченность, потому что не могла она конкурировать с Жаклиной Календиной, на которой, в конце концов, все-таки женится, но ее любимый человек. И дуэт Аиды и Амнеев с исполнен солистки Беринского театра Ирина Васильева и Наталья Эстафьева. Они почти постоянные наши участники. Я их просто обожаю, я не знаю, как еще возить свои чувства. Но, вот что интересно, смотрите, вот это зрелые певицы Беринского театра. И это союз творческий, который объединил их и двух дилетантов нашего проекта, которые вообще впервые играют на этой сцене и делают что-то. Это Никита Качаев, который мой новый ученик, который будет зароялен. И это Федор Федонов, режиссер, который поставил эту сцену. Слушайте. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Звучит 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 музыка